Добрый вечер. Возникла необходимость как раз поговорить на тему отскоков, которые на рынке обычно, на бычьем рынке ловят ловцы дна. By the deeper их так называют на рынке. То есть рынок упал, нужно покупать, потому что все равно вырастет, такая мантра присутствует. Очень опасная стратегия в нынешнее время. Всем, конечно, хочется повторить подвиги 2020 года, марта, когда рынок упал. Там купили. Рынок бурно рос. По многим акциям несколько концов поймали. Но сейчас эта стратегия очень опасная. Связана это прежде всего с тем, что общая конъюнктура на рынке сильно меняется. Американский, европейский в перспективе центральный банк перейдут к ужесточению монетарной политики. Уже ужесточают монетарную политику, повышают ставки во многих странах развивающихся. Российский центробанк повышает ставку. И все это может в итоге привести к уменьшению ликвидности. Их сдутию тех фондовых пузырей, которые мы наблюдаем в отдельных сегментах. Они есть, это точно. Но весь фондовый рынок заранее дисконтировал восстановление глобальной экономики. Но сейчас возникла очень интересная тема. Второе, или третий, вернее, омикрон. Новый штамм коронавируса, который в пятницу вызвал нервную реакцию на рынке. Реакция была однодневной. Это еще выходной в Соединенных Штатах. И так за выходные люди все наблюдали за тем, что будет происходить с точки зрения распространения. Какие страны будет он, будет вирус накрывать. Он активно распространялся. Действительно, очень быстро идет по миру распространение этого вируса. Но в воскресенье, во второй половине дня, появились некие комментарии южноафриканских врачей о том, что влияние вируса на здоровье человека, ну, не сильное. То есть человек два дня покашляет, голова, горло поболит, и, собственно, потом он выздоравливает. И дети, и взрослые одинаково легко переносят этот вирус. И это стало мантрой сначала, так сказать, эксперты Goldman Sachs. Говорили, что все, падение закончилось, пора покупать. Но понятно, что клиентов они загоняли уже давно, фондовый рынок. И вечером, в понедельник, американский президент Байден сказал, что не нужно паниковать, все под контролем, вирус не страшный, мы не будем никаких локдаунов делать, ничего закрывать, и даже график свой рабочий Байден не стал менять. Но в этом контексте возникает вопрос. Если вирус распространяется намного быстрее, чем другие вирусы, я не буду с точки зрения медицины говорить, чистая логика и реакция финансистов, какая должна быть на то, что происходит. Так вот, если вирус распространяется быстрее, значит, самый быстрый срок изобретения или производства новой вакцины, как сказали эксперты Модерна, это первый конец первого квартала следующего года. То есть за три месяца вирус накроет полностью и Соединенные Штаты, и Европу. Ну, прежде всего, Соединенные Штаты, потому что они делать ничего не собираются, локдауны никакие вводить не собираются. Возможно, это правильно, но у меня возникает вопрос. Они надеются, конечно, на дополнительные бустеры вакцинные, на всеобщую вакцинацию. Но здесь проблема вируса омикрона заключается в том, что он берет и вакцинированных, и невакцинированных. Хоть ты 10 раз вакцинируйся, ты все равно будешь переносчиком омикрона. Может быть, в легкой форме. Значит, они соглашаются на эту легкую форму. Но вопрос, как отряги Соединенные Штаты же не изолированы, находятся в мире и живут в мире. Есть Китайская Народная Республика, есть Япония, есть глобальные экономики азиатские, где мировое производство находится, где мировой завод, мировая фабрика. А они резко замыкаются. Они железный занес моментально повесили, как только узнали про новые микробы. Так вот, ситуация заключается в том, что если остановится логистика из-за вот этих локдаунов, то инфляционные тенденции будут нарастать. А раз Байден так вальяжно относится к тому, что происходит с точки зрения распространения новой волны вируса, значит, американский Центробанк точно не будет никаких смягчений монетарной политики дальше делать. Они точно будут дальше сворачивать программу количественного смягчения, повышать ставки и сворачивать ее быстрее. Уже в декабре они могут принять это решение. И вот здесь какой-то момент, здесь вот эти две точки сойдутся, когда начнется ужесточение монетарной политики со стороны ФРС и спад глобальной экономики на фоне усиления вируса, плюс инфляционные тенденции из-за падения логистики. И вот это все гремучая смесь, которая наверняка негативно отразится на рынке. Полное видео с графиками, с обзорами. Вы можете, конечно, смотреть на канале Богдана в курсе. Подписывайтесь, как это делать. На сайте есть морфрут. Вот этим маршрутом, если есть желание, можете идти. Спасибо за внимание.